В частности, Нью-Йорк Таймс это констатирует, перспектива ВСУ выглядит мрачно, Запад уже, оказывается, не может гарантировать Киеву поддержку на прежнем уровне, а контрнаступление провалилось. Уже год прошел, они все контрнаступление вспоминают, и все каждый раз его хоронят и проваливает. При этом западная пресса признает, что Москва добивается успехов под Авдеевкой, Артемовском и Купинском. Констатировать, оценивать, анализировать они могут сколько угодно. На самом деле тут большая разница между тем, как здесь, в России, у нас, ну и в общем-то даже многие, по крайней мере из тех, кто принимает участие в боях, относятся к ситуации, к тому, как развиваются события. И между теми, кто сидит где-то далеко за океаном в Вашингтоне, ну или даже в Европе, и пытается рассуждать, анализировать, оценивать, потому что для нас здесь, в России, вот эта война, она гораздо более реальна, как, кстати, и для многих украинцев, чем для сидящих там далеко. Ну, в частности, для Вашингтона это в каком-то степени, наверное, даже такая компьютерная игра. Ну, не случайно, в конце концов, Трамп выступал, когда после своей победы в Айове, там у них это главная тема, задал вопрос, а как вообще сейчас Ллойд Остин, глава Пентагона, управляет войсками. Ну, это ведь такой геймер, который сидит с ноутбуком на больничной койке и играет в войнушку. Послушаем. У нас отличная армия, когда там находятся отличные люди, у нас есть такие люди, говорит Трамп, я их знаю, они не выступают по телевидению. Это не те люди, о которых вы читаете, не тот человек, который сейчас из больницы управляет военными действиями с ноутбука, это то, чем он занимается. Если он вообще чем-то управляет, я не уверен в этом. Но это ужасно. Пять дней мы даже не знали, где находится наш министр обороны. И у нас есть люди, которые хотят напасть на нашу страну. Ужасно, печальная ситуация. Сокрушается Трамп. Ну, и действительно, так все это и выглядит. И вот этот вот человек на больничной койке с ноутбуком в руках, тайком от президента, приболел, не хотел, видимо, сразу оформлять больничный, что ли, может быть, зарплату урежут, управляет военными операциями США. А Украина, это, в общем-то, одна из многочисленных, к несчастью, военных операций США. Пусть она и не впрямую, как они там говорят, участвует, и даже говорят, что НАТО в этом не участвует. Но, тем не менее, отчасти поэтому, наверное, внешнюю политику на фоне вот этих вот операций с больничной койки, не приходя в сознание, называют серией безуспешных и непоследовательных действий, которые не имеют конечной цели. Это, опять же, кстати, американские наблюдатели говорят, они там вспоминают удары по Йемену, которые, в общем, слабо заставляют верить в то, что после этих ударов хуситы внезапно исчезнут, прекратят свои действия в Красном море, сразу Суэцкий канал станет просторным, доступным и беспроблемным. То же самое и про ситуацию на Украине, и про отношение к России. Как они не верят в меняемые люди, в то, что хуситы вдруг испарятся после действий американских военных. Точно так же, еще в меньшей степени, можно верить в то, что Россию удастся победить. Украина — это некая пожелтевшая от времени концепция холодной войны. План Байден был основан на вымысле в стиле Вилли Вонке, сообщает American Sinker. Администрация вообразила, что если Америка передаст непрофессиональным бойцам свое оружие, поддержит их разведданными и информацией и помощью космического целеуказания, а еще даже отправит туда спецназ, то Украина быстро разгромит противника. Напоминает, кстати, что примерно 20 лет назад примерно та же самая стратегия, она провалилась абсолютно в Афганистане. Ну и записано теперь в политической биографии Байдена все-таки этот провал афганский. И когда провалилась эта стратегия, у Америки не оказалось никакого плана Б. Она все еще продолжает отправлять оружие на этот конфликт, сама или принуждая к этому союзников. Но у этой стратегии нет никакой конечной четкой цели, в которой нельзя было бы, где не видна абсолютно никакая победа, и которой можно только бесконечно продолжать. Почему они так воспринимают все это? Ну тут, конечно, можно рассуждать очень много, но в какой-то степени это вот люди с голых вечеринок. Никакой разницы, на самом деле, между теми, кто управляет процессами в Вашингтоне и теми, кто оголяется на вечеринках, о ком много говорили в конце прошлого года, видимо, нет. Потому что они оторваны от реальности, они не видят, что происходит на самом деле. Ну тут как не вспомнить слова, которые буквально накануне Владимира Путина говорил. В первую очередь, конечно, о наших бойцах. Ну и, пожалуй, впервые упомянул тех, кто живет в параллельном мире. Конечно, обращать внимание на ребят, которые возвращаются из зоны специальной военной операции. Это все-таки, знаете, люди, когда решаются на это, да, когда проходят это горнило, возвращаются, да, очень многие приоритеты жизненные выстраиваются по-другому. Здесь уже не будешь прыгать без штанов на каких-нибудь там мероприятиях, понимаете? Здесь совсем по-другому на жизнь смотрят люди. Приоритеты другие, ценности другие. И вот, в принципе, то, чем занимается Запад, это такое прыгание без штанов. Никакой разницы. Ну, как тут не вспомнить еще одно высказывание Путина? Придурки. Никак иначе. Это как раз про тех, кто срывал переговоры, хотя возможность-то была. Продолжали прыгать. Прыгали на Майдане в 2014 году без штанов. Ну, фигурально выражаясь. Продолжают прыгать и сейчас. Сейчас публично сказали, в том числе руководитель этой самой переговорной группы. А он, между прочим, руководитель правящей партии в парламенте, в Раде. Сказал, да, мы были готовы, мы это упустили, поскольку приехал тогдашний премьер-министр Великобритании, Великобритании, господин Джонсон, и уговорил нас не реализовывать эти договоренности. Ну, придурки, нет? И прямо сказать, ну вот, если бы, значит, мы пошли бы на это, уже всё давно бы было закончено, полтора года назад. Ну, это просто лишний раз подчёркивает, что они не самостоятельные люди. Это понятно для всех, это для всего мира, это очевидно. Но это не всё. Конечно, одна из главных задач ударов подобного рода – это отвлечь внимание своего собственного населения и спонсоров, опять же, от полного провала так называемого контрнаступления. Полного и абсолютного. А что касается вот этого переговорного процесса, попытка побудить нас отказаться от тех завоеваний, которые мы реализовали за последние полторы года. Но это невозможно. Все понимают, что это невозможно. И они, правящие круги на Украине, понимают. И западные элиты понимают. Все понимают. Просто вот эти так называемые формулы мира, о которых говорят на Западе и на Украине, это продолжение реализации декрета президента Украины о запрете вести переговоры с Россией. Вот что это такое. Это запретительные требования для переговорного процесса. Но не хотят, не надо. Просто если дальше будет продолжаться то, что сейчас продолжается, то, что сейчас имеет место быть, а сейчас это совершенно очевидно, не только провалилось их контрнаступление, но инициатива полностью находится в руках российских вооруженных сил. Если так будет дальше продолжаться, то украинской государственности может быть нанесен невосполнимый, очень серьезный удар. Но это их зона ответственности. Это будет тогда результатом их политики, их правления. Ну, на самом деле, многие уже фактически панихиды поют по этой самой украинской государственности. Причем там на Западе есть известные критики. Среди них есть такой депутат Мик Уоллес в Европарламенте про войну между НАТО и Россией, прямо своими словами вещи называет, и про уничтожение Украины. Это война, которую можно было предотвратить. Война, которую можно было остановить еще 22 апреля. Но мы не хотели мира, мы хотели войны. Мы хотели способствовать опосредованной войне между США и НАТО, чтобы нанести ущерб России. Мы потратили миллиарды денег налогоплательщиков ЕС на разжигание войны, которая была не в наших интересах и помогла уничтожить Украину без всякой уважительной причины. Украина хочет набрать еще полмиллиона солдат для участия в войне, которому исполнилось 17 лет, был поймут в войне. Зеленский хочет сократить дни призыва с 27 до 25, поскольку средний возраст солдат превышает 40 лет. В американских СМИ есть интервью, в которых опытные солдаты говорят, что из-за независимо от возраста алкоголизма или болезни. Менее половины новобранцев обладают какими-либо способностями или желанием сражаться. Юрий Луцинко, бывший генеральный прокурор и экс-глава Министерства внутренних дел Украины, недавно призвал правительство рассказать правду о количестве жертв. Он сказал, что в настоящее время Украина теряет 30 солдат в месяц, и что с начала вторжения полмиллиона человек были убиты или серьезно ранены. На прошлой неделе спикер сообщил, что Германия даже не знает, куда направляется ее оружие, когда оно попадает в Украину. Вы хотите сохранить обязательства по оказанию военной помощи Украине, когда знаете, что это настоящая катастрофа и кровавая бойня, которая продолжается. Он когда-нибудь попытается положить конец этой бойне? Или тебе наплевать на украинцев из рабочего класса, которых бросили в мясорубку? Приди в себя. Ну, судя по всему, никто в себя не пришел в Европарламенте. Ну, вернее, не все, конечно же. Мик Уоллес, кстати, ноги над ним смеются, мол, такой фрик европейский, лохматый, в помятой футболке, в джинсах. Ну, то есть, вот это чудо, которое гастролирует по миру в мятом полувоенном каком-то наряде, бородатой и небритой. Это нормально. Это демократия, это Украина. А вот Мик Уоллес, это некий фрик, хотя, действительно, внешность у него, конечно, такая экстравагантная. Несколько не он один, тут, конечно, говорит про выживание и какие-то варианты еще сохранения того, что было подарено Украине в разные годы. Разные ведь были подарки и про то, о чем говорил президент еще в советское время насчет территории, и про вообще, в принципе, 91-й год. Ведь это тоже, в принципе, большой подарок был. Не смогли сохранить подарок. Все потихоньку отдавали, теряли, продавали и дошли до того, что на вопрос уже о выживании стоит украинцев. Это и не в нашем эфире, в переводе и на СМИ Дуглас Магрегор объясняет. Так как же все обстоит на самом деле? Реальность такова. Украинская нация, вероятно, мертва. Миллионы и миллионы украинцев покинули страну. Они никогда не вернутся. И без того низкие показатели рождаемости рухнули еще ниже. То есть люди просто не женятся, не создают семей. Семья – это залог выживания любой цивилизации и культуры. А на деле мы видим, как экс-генпрокурор наконец-то публично признал, что Украина потеряла на поле боя полмиллиона солдат. Боже мой, какой сюрприз! О чем предупреждал экс-командующий войсками НАТО генерал Куят? О чем предупреждал я? О чем предупреждали другие? У кого есть чувство реальности? Украина сейчас просто-напросто разваливается. Могла ли Украина оказаться в еще более худшем положении? Разумеется. Посмотрите, чем израильтяне занимаются в Газе. Русские такого не делают. И в этом заключается разница. Они никогда подобного не делали. Русские не хотят убивать украинцев и европейцев. Они хотят выстраивать с ними отношения. Печальная правда заключается в том, что Украине как национальному государству, боюсь, пришел конец. Но мы будем продолжать притворяться, будто это что-то жизнеспособное и реальное, пока оно не станет абсолютно тотально нереальным. А российские войска сейчас продвигаются, хотя не очень быстро, но уверенно, по всему фронту. Но я думаю, что даже в Москве уже поняли, что они не найдут партнера по диалогу. А если не найдут, то придется идти к верховьям реки Днепр и, возможно, переправиться и идти на Киев. Удивительно, как такие страшные слова YouTube не заблокировал. По крайней мере, пока еще этот ролик размещен на территории той, виртуальной территории противника. Ну и, кстати, по поводу того, что хватит притворяться насчет украинской государственности. Дмитрий Анатольевич Медведев. Он один из тех, кто решил действительно посоветовать прекратить притворяться насчет государственности и вообще-то не отказаться украинцам ради сохранения жизни. Потому что вопрос идет, и речь уже действительно о сохранении жизни тех, кого отправляют на убой, тех, кого отправляют на смерть ради, вообще уже теперь непонятно ради чего. Отправляют, ну вот те самые придурки, живущие в параллельной реальности. Кстати, что, конечно, дико, наверное, звучит и, в общем-то, страшно. Среди этих придурков есть и те, кто сам готов играть вот в такие опасные игры. Ну, или пиарится, уж трудно сказать, но каким-то образом небезызвестный британский наемник Айден Аслин, которого, если кто помнит, обменяли, вернули его, отпустили на родину. Он там рассказывал слезливые истории про то, как ему страшно было, как его чуть не казнили, как его приговорили. Обещал больше не воевать, кстати, если кто помнит. Вот сейчас публикует кадры, вернулся якобы в зону СВО и где-то под Авдеевкой. Мы здесь в Авдеевке, просто уходим. Коротенькое видео совсем, но правда говорит, что вроде как он там не воюет, а некими гуманитарными вопросами занимается. Хотя все прекрасно понимают, что вот эти вот товарищи якобы гуманитарщики, на самом деле, они, конечно, откровенно военные задачи выполняют. Может быть, конечно, есть вариант, что этот самый Айден Аслин снова захотел в плен. Надеется, что его еще раз возьмут, примут, отогреют, накормят, ну и оставят в живых. Хотя, на самом деле, если вспомнить гимн России, конечно, во время своего прежнего визита в нашу страну, он исполнял, ну откровенно, так себе. Россия, любимая наша страна. Ну, довольно, не будем, не будем людей с музыкальным слухом мучить вот этим исполнением. Хотя, надо дать должное, выучил, даже казалось, что, ну, практически пришел в себя. Нет, стоило попасть на ту территорию, как тут же переклинило, видимо, этого самого Айдена Аслина. И опять взялся за старое. Тем временем поляков пугают, что они следующие станут после Украины. Ну, кого еще осталось пугать? Прибалтов и поляков. Якобы даже будущее уже предопределено. Это пишут польские СМИ, что Польша станет следующей жертвой Соединенных Штатов Америки, потому что она играет ключевую роль в американской стратегии сдерживания России. На самом деле, даже обидно, наверное, для киевского режима такое слышать, потому что, казалось бы, они всегда должны были считать себя ключевым игроком в американской стратегии сдерживания России. А тут кубок переходит к Польше. Самое неприятное для Польши, что ей предрекают, что она станет очередным полем боя. И напоминают, что Белый дом, по факту, уже строит инфраструктуру для переброски войск американских, в том числе техники, дороги, военные базы. Ну, помимо того, что уже продают технику американскую, которая может там выполнять определенные задачи, и постоянный гарнизон американских войск там создают. Зачем? Ну, вот за тем, чтобы рубеж НАТО был именно там. А Украину отдадут под списание. Ну, уже сейчас на берегах Вислы размещено более 10 тысяч солдат США на минуточку. Не исключено, что, кстати, они там в Польше не исключают, что в этом году уже в новом число американских военных там увеличится. И призывают они, конечно, как-то немножко одуматься. Да, напомню, что мир будет тогда, когда Россия достигнет своих целей на Украине. Про Польшу-то никто не говорил. Денофицификация, демилитаризация Украины, нейтральный статус – это главное, что хотела и хочет получить Россия. Вместо этого идут на дальнейшую эскалацию. Ну, как-то ни странно, решения-то все подобные выполняются. Вернее, те, которые выполняют и поляки, и представители киевского режима, и вот эти украинцы, которых отлавливают по городам. Все эти решения принимаются, оказываются в доме престарелых. Если судить вот по этому ролику Дональда Трампа. Про Белый дом, про дом престарелых, в который превратился Белый дом и его обитатели. Основано на реальных событиях. В Вайт Хаус Синьер Ливен наши жильцы чувствуют себя как дома. Наше оживленное заведение предлагает восхитительные мероприятия и экскурсии, круглосуточный профессиональный уход и изысканные блюда домашнего приготовления. Я ем все, что передо мной ставят, но в основном я ем все итальянские блюда. И еще мороженое. И еще мороженое, мороженое с шоколадной крошкой. Это дом престарелых в Белом доме, где обитатели чувствуют себя президентами. Ну, кстати, тут западные СМИ внезапно озаботились здоровьем Трампа, потому что говорят, он выглядит не очень после победы в Вайове и еще судебного заседания. Ну, то есть вообще, Джо Байден, его здоровье уже теперь вообще никого не волнует. Продолжим после выпуска новостей. Дневной рубеж.